Всем привет! Снова с вами Панцер и снова у меня на обзоре бутылочка кива. Долго не ездил, тут решили прогуляться возле Днестровского лимана и поехали в Белгород-Днестровский. А там, как обычно, зашел сельпо. И в сельпе в этом самом я, как обычно, поискал свеженького пива. И я его, естественно, нашел. Кстати говоря, был в Одесском сельпо, что-то оно вообще меня разочаровало. Было там пару пива, которое стоило, может быть, взять, но что-то вот прям такого, пиво Калушер. Да, вот такая вот новая этикетка. То есть это пиво не новое, оно продается в Тавре тоже регулярно. Но этикетка другая, вот такая. Да и вообще вся линейка, то есть я вот такую этикетку вижу первый раз. Обычно они, все четыре сорта этого пива, вылет вот так. А тут стало быть, вот такое изменение. Но дело не только в этикетке, дело еще и в содержимом. Потому что калушерское пиво лагер, которое продается в обычном магазине, имеет крепость четыре оборота. Здесь четыре и четыре. Я нашел свой старый запись в блоге. Когда я первый раз выпил калушерского пива, именно вот калушер, чем оба сорта светлых выпил. И у меня там есть отзывы. Калушер 4% Турест мужиком было чуть сладковатое. Второе пиво Калушер Турест Орлоун было немножко с кислинкой, и на мне понравилось больше. Я, если честно, давно не брал калушер. Одно время меня пила его жена, но сейчас она прислала на другое пиво. И поэтому мы его не берем. Ну, пройти мимо вот новый этикетки я не смог. Ну и осталось мимо нового пива. Тем более, что обзоры я на него не делал. У меня было много к обзору вообще на калушерское пиво. И Прикорпатское, и Янтарное, и всякие линейка экспортовая, линейка... Что она бы называлась? Ремесниче. Да, это все было. А вот именно калушерам я вот видео обзор не делал. Есть только запись в блоге. Поэтому смело делаю обзор на пиво, которое я не... Раньше обзор, на которое я не делал. Вот, итак, открываем. Кстати, дизайн бутылочки, видите, такой советский. Посмотрим, что тут. Опаньки. Бурбашки есть, но не держатся. Пробуем. Судя по аромату, здесь тоже есть кислинка, но чувствуется и небольшая сладость. То есть, я считаю, что в принципе пиво должно быть вкусным. Я говорил, оно в принципе все калушерское пиво вкусное. В принципе все. Но конкретно этом... Если смотреть на тот блог, который я нашел, то одно пиво, как я уже говорил, было чуть сладковатое, а другое чуть с кислинкой. Вот это пиво совмещает оба этих показателя. То есть, оно чуть сладковатое, и потом, после вкусы чувствует кислинка. Интересно. Сладость такая ненавязчивая. Едва-едва уловимая, но она есть. Она очень хорошо вплетается в шмельную горечь, которая есть тоже достаточно. То есть, это пиво не мусор, потому что оно легкое-легкое. То есть, вообще такое невесомое. Нет. Здесь есть горчинка, здесь есть кислинка, и есть небольшая нобка сладости. Буквально налет такой. В целом, приятный вкус. Может быть, я не стал бы пить его каждый день, это пиво. Все-таки я люблю вкус попроще, без всяких изысков, но пиво вкусное. То есть, если его пить, вот как раз в неделю, что делать для себя подарок, или для человека, который пьет немного пива, то, я думаю, оно вполне подойдет. Оно даст тот самый такой всебъемлющий букет пива, который вот человеку, который пьет его редко, хватит. То есть, выпивая бутылку вот этого калушера, человек почувствует все вкусы, все оттенки пива. Я считаю, что, в принципе, очень неплохо. Это еще один плюс калушскому пиво-заводу, который, в принципе, я и так уже хвалил, перехваливал в других роликах, в других записях. К сожалению, ролики все потеряны, поэтому будем пить пиво-это. Кстати говоря, вот здесь вот, допустим, нет никакого коэффициента горечи. Нету. Да. Граммы, всякие калории, проценты. А вот коэффициента горечи нет. Тот, о котором я рассказывал, корове. Ну? Да. В жизни давно я понял, кроется гибель где. В мире никто не тонет, тонут всегда в воде. Реки, моря, проливы, сколько от них вреда. Купит людей не пиво, купит людей вода. Продолжение следует.